МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли знаменитая балерина, народная артистка России, Этуаль Миланского Ласкала, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова. Очень рад вас видеть, Света. Здравствуйте. Здравствуйте. В Большом на исторической сцене громкая премьера, балет «Легенда о любви», хореография, естественно, Юрия Григоровича. Вы, царица Махмане Бану. Эта партия была у вас среди тех, что вы мечтали станцевать? Вы знаете, вообще огромное счастье, что этот спектакль возвращается на историческую сцену. И мы все к этому очень готовились. Очень огромное количество репетиций. И, конечно же, очень интересная роль Махмана Бану. Необычная для меня, наверное, та роль, которая приходит в свое время. Наверное, если бы я ее станцевала более в юном возрасте, я бы по-другому многие вещи чувствовала. А сейчас как раз, знаете, как артист созревает каким-то партиям. Вот я сегодня созрела именно танцевать Махмане Бану. В этом балете огромная амплитуда страстей. От корысти и эгоистических каких-то посылов до абсолютного самопожертвования и высокой любви. Что вот этих страстей не испытать было в 16, 17, 20 лет? Ну, на самом деле, действительно, эта партия наполнена какими-то действительно разными чувствами, эмоциями и страсти. Настоящие страсти кипят. И кто не знает историю, очень коротко расскажу. Две сестры, царица и ее младшая сестра, которая тяжело больна, которая умирает. И никто не может ее спасти и вылечить. А старшая сестра ее очень любит. Родной человек. Старшая сестра – это вы? Махмана Ибану, да. Которую исполняю я. И единственный человек, который приходит, чтобы спасти, говорит ей, ты должна отдать свою красоту. Тогда сестра твоя будет жить. И, конечно же, здесь сомнения, мучения, но эта любовь к сестре, она превыше всего, превыше власти, превыше красоты. Поэтому Махмана Ибану выбирает спасти сестру. Но трагедия в том, что они влюбляются в одного молодого человека. Это две юные девушки, в общем-то. Они совершенно юные. По-моему, даже 20 лет нет. То есть это, может быть, их первая какая-то любовь, первая страсть. И трагедия в том, что молодой человек, будучи, если бы Махмана Ибану была красавица, как она действительно, она была очень красивая. И если бы он встретил... Да я вижу ее, она просто очаровательная. Спасибо. Если бы он встретил ее в том обличии, в котором она была, конечно, наверное, он бы влюбился в старшую сестру. Но Махмана Ибану отдала свою красоту. Весь спектакль танцует в маске. И свою красоту отдала за жизнь сестры. Поэтому в этом трагедии она мучается, она страдает, переживает весь спектакль. Это огромная трагедия. Такой накал страстей идет. Мало того, что физически это очень сложный спектакль. И все время на лице маска. И ты выражаешь свои страсти только пластикой, руками, позами и глазами. В театре называют эту версию, скажем так, капитальным возобновлением, да? Или восстановленная версия. Вот такое еще есть словосочетание. А в чем, на ваш взгляд, необычность именно этого балета 2014 года в Большом театре с хореографией Григоровича? Или, может быть, даже уникальность? Вы знаете, я недавно пересматривала разные, не то что разные редакции, но редакции разных времен Юрия Николаевича. Это то, что в Большом было в 65-м году, когда Плесецкая танцевала, да? Да, да, да. Потом Семидзорова. То, что он ставил в Мариинском театре. Ну, тогда еще Кировский, наверное, даже. Да, да, да. И сейчас тоже этот спектакль идет на сцене Мариинского театра. И я... Мне было интересно, как там все происходит. Абсолютно другой спектакль. Если бы у меня была возможность сегодня приехать, станцевать на сцене Мариинского театра, мне бы многие вещи пришлось бы просто учить. Потому что у нас спектакль, видимо, все-таки в веянии сегодняшнего времени на Юрия Николаевича Давид, он сократил очень много. Очень много сократил. И какие-то мизансцены почистил, убрал музыкально, немножко сократил. То есть сегодня очень сжатый такой вариант, мне кажется, один из лучших. Ах, какой Юрий Николаевич молодец. Ты динамизировал, да, в соответствии с тем, как молодежь быстрее воспринимает, как молодое поколение тут же схватывает и досмысливает то, что нужно было, наверное, раньше разжевывать, объяснять и так далее. Да, сейчас более как-то так целостно, более понятно. Нету в спектакле чего-то лишнего, мне кажется. Вот именно... Знаете, вот настоящий художник рисует свою картину практически всю жизнь. Вот Юрий Николаевич, мне кажется, этот спектакль на протяжении своего творчества, он всё время его... Как и остальные спектакли, он всё время что-то меняет. Потом всё зависит от исполнителя. Конечно. Он исходит от сегодняшнего времени, от возможностей. А можно я тогда, Светочка, так спрошу? Юрий Николаевич пришёл уже с готовым сценарием для всех сцен? Или как раз исходя из пожеланий, или, может быть, просьб, или конкретных ситуаций, которые возникали на репетиции, он менял рисунок, который, конечно, у него в голове присутствовал? Ну, по большому счёту, нельзя сказать, что очень спектакль изменился. Для нас, может быть, какие-то небольшие мизансцены, что касается основных знаменитых монологов и дуэтов, ничего не менялось. Абсолютно ничего. Изменились какие-то мизосцены, которые перетекают из одного акта в другой. И здесь, да, здесь Юрий Николаевич изменил, сократил многое. А что касается именно тех танцев, которые действительно, как говорится, всё уже наружу, и ты ничего не поменял, ничего не сократил, облегчений никаких нам не досталось, к сожалению. Ну, облегчений. Может быть, как раз усложнений. Вы не первый раз работаете с Григоровичем, достаточно вспомнить, вот из относительно недавнего, это партия Игина в «Спартаке». А его способ репетиции, он меняется в зависимости от материала. Вот как он себя ведёт на репетициях? Ну, все артисты и педагоги Большого театра знают, что Юрий Николаевич может позволить себе кричать на репетициях. Но это не от того, что он хочет кого-то обидеть или наказать, просто он видит, что что-то не готово. И как такой человек творческий, эмоциональный, он может спылить и в микрофон кричать. Порой даже музыки ты не слышишь, только слышишь голос Юрия Николаевича. От этого все начинают, конечно же, теряться. Но удивительно, когда Григорович приходит на репетиции, все выкладываются не на 100, а на 200-300 процентов. Он в зале. Для меня это всегда останется человек-легенда, при котором Большой театр принял такой свой облик. И эти спектакли, которые он, бессмертные спектакли, которые он поставил, идут на сцене Большого театра, и весь мир хочет их видеть. Это спектакли Григоровича. И они идут, и они востребованы. Это настоящая классика. Но при этом те спектакли, которые его, Иван Грозный, Спартак, легенда о любви, это вот именно его стиль, который сегодня идет на сцене Большого театра. Это очень ценно для нас. Это наша история. Это так приятно. Над этим приятно работать. Особенно, когда Григорович смотрит, и особенно, когда он скажет, молодцы, молодцы, было хорошо. Да, такая похвала дорогого стоит, конечно. Почему эта тема меня так волнует? Это проникновение новых веяний. Ведь с момента премьеры прошло больше 50 лет. Моменты премьеры еще в Кировском театре, потом Большой театр, и множество различных было вариантов в других театрах, в том числе и зарубежных. Но за это время Большой театр, как цитадель и оплот классического, высокого русского балета, мне кажется, немножко изменил свой образ. Сейчас проникновение и contemporary dance, и каких-то таких совсем модерновых влияний гораздо более отчетливо ощутимо. Вот в его хореографии и в этой редакции есть что-то, что совершенно невозможно было себе представить еще в самой последней редакции 2002 года? Нет, в общем-то, наверное, все зависит сегодня, все зависит от исполнителей. Как исполнители чувствуют партии, роли, как они их исполняют, как они двигаются. Это очень пластические, пластичные партии. Здесь очень много значит, как ты выглядишь на сцене, как ты делаешь эти жесты. Значительность в этом огромная. И, наверное, конечно же, как и балет, он модернизируется с периодами, да, и, конечно же, как мы сегодня танцуем, вероятно, отличается от исполнителей, которые когда-то танцевали. Когда-то, конечно, это был взрыв. Я вот смотрю, пленки, и ведь у нас костюмов практически нет, у нас комбинезоны и немножко маленькие юбочки. И я смотрю, и я думаю, в то время это было, наверное, такое откровение. Там очень много таких сцен в спектакле. Наверное, в то время тоже это было где-то как-то под запретом даже. То есть они считались бы просто слишком откровенными. Да, откровенных сцен довольно-таки много, и особенно у Махманы Бану в ее страданиях, в ее мечтах, в ее представлениях вот этого молодого человека. Как могло бы все быть, если бы она была прекрасна, она могла бы его сделать своим царем. То есть и вот это все, эти все бури страстей она переживает. И очень много зависит от пластики, от того, как ты двигаешься на сцене. У вас расписание, по-моему, становится все плотнее и плотнее. Действительно, очень много вы танцуете. Но вот я хотел бы один момент вычленить. Это 7 декабря, когда вы устраиваете благотворительный гала для воспитанников Киевского хореографического училища. Кого пригласили, и будет ли кто-то из учащихся? Я коротко расскажу немножко историю, так как мало кто знает, что я начинала свое обучение в Киеве. Да, родное училище, конечно. Да, и поэтому, конечно же, это мои родные стены, мой, скажем так, толчок жизненный. Меня многому там научили, и я благодарна этой школе. И поэтому, вы знаете, так сложилось, что долгое время, вот я как уехала оттуда, когда еще была ученица, и долгое время я в Киеве вообще не появлялась. По каким-либо причинам я не могла приехать на гастроли, когда-то с Мариинским театром, потом с Большим театром. Все время совпадали мои какие-то гастроли, я не могла туда приехать. И вот, наконец-то так звезды сошлись, что я нашла время и возможность приехать выступить осенью прошлого года в Киевском оперном театре. Я станцевала с Жизель Сергеем Полуниным. Был огромный успех. Накануне мы посетили школу. Сергей Полунин тоже какое-то время учился в Киевской школе, поэтому мы туда с удовольствием оба пришли. У нас была встреча с детьми. И что меня поразило, только я переступила порог школы, я замерла, потому что я увидела, что, в общем-то, я уже давно уехала оттуда, но там ничего не изменилось. Была прекрасная встреча с учениками, с педагогами, фотографии. Они для нас специальный концерт небольшой приготовили. Все было так тепло. Потом мы пошли смотреть зал репетиционный, в которых мы начинали учиться. и я все больше и больше поражалась, что как-то совсем уныло стало, скучно. И потом в частных уже беседах, просто так мы когда общались, как-то что, оказалось, что у них зимой температура воздуха в балетных залах примерно плюс 7 градусов. И мы решили просто сделать такой благотворительный концерт. Средства, собранные с концерта, пойдут на ремонт. Просто на ремонт училища, чтобы хотя бы зимой дети не замерзали. И сейчас все силы брошены тоже на это. И нас поддержали ученики и выпускники Киевского училища. Огромное количество по всему миру танцуют артисты. И тут самое главное, что гала будет проходить в Большом театре. На исторической сцене. Я очень благодарна. В Большом театре России. Да, это очень важно. Владимир Георгиевич Урин нам выделил время. Вы сами понимаете, большой театр, плотный график тоже, спектакли, оперы, концерты, балеты, все-все-все. Очень сложно найти время. Но нашелся день. Как раз я только приезжаю с гастролей с Японии. Фактически с корабля на бал. Но что делать? Это единственная была возможность, когда можно сделать этот галоконцерт. Он пройдет на исторической сцене. Я станцую в первом отделении балет «Кармен», «Сюита». Это тоже большое внимание и значение, потому что этот спектакль, я не помню, когда в последний раз шел на исторической сцене. Все обязательно получится. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Светлана Захарова, Народная артистка России, прима-балерина Большого театра. Сегодня в главной роли мы говорили о премьере «Легенды о любви». Пусть любви будет больше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.